Всем привет! С вами же ФК ЦСКА и это наш новый влог. Сегодня у нас довольно насыщенный и интересный день. Сейчас мы находимся в университете Плеханово и сегодня у нас обучающая лекция для студентов этого вуза. Далее мы поедем на игру «Локомотив ЦСКА» болеть за наших девчонок и весь наш путь и самые жаркие и интересные моменты мы покажем прямо вам. Оставайтесь с нами и вы будете первые, кто это увидит. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, а также в комментариях под этим роликом. Задавайте самые интересующие вас вопросы, а в следующем выпуске мы, игроки, постараемся ответить на самые интересные из них. Пристегните ремни и мы взлетаем. Поехали! Сегодня в университете Плеханово мы провели обучающую лекцию для студентов про маркетинг в спорте. Также была наша футболистка Настя Самсонюк. Она рассказала вообще про свой путь в женском футболе. По 12 лет я занималась танцами, наверное, как и большинство девчонок. И про футбол особо не думала. То есть выходить там во двор с пацанами играть, ну, ладно, классно все, но ничего больше. Я начала заниматься, в первую очередь для себя. Дальше пошли результаты и дальше меня начали замечать. И тогда мне уже было все равно на все, что происходит вокруг меня, в моей голове, в моем сердце, был только футбол. Очень было интересно и в плане, как мне футболистке самой это все послушно смотреть, и как в плане будущего маркетологу смотреть, какие проблемы в женском футболе, и какие пути решения можно находить для этого. Так, а вообще-то время-то уже 6, и мы отправляемся на матч Локомотив ЦСКА. Нам нужно поторопиться, чтобы успеть. Поэтому до встречи, все, кто придут сегодня болеть, и все, кто будут просто у экрана. Мы сейчас заходим в метро, потому что будем добираться на метро, а там пешочком. Заходи! Нам ехать 31 минуту. А как по-другому-то в Москве, так по метро и ездить, и передвигаться, перемещаться. Какими танцами ты занималась? Ну, вообще я начинала формальными заниматься танцами. Ну, я отзанималась ровно один день, наверное. Потом я занималась чирлидингом, вот там я очень долго занималась. И потом моя группа еще, у нас были разные направления. Даже эти, русский народный я танцевала. Ого! Ты прикинь, я и вот русский народный. Ну, на самом деле, мне кажется, ты по внешности похожа на танцовщицу. Я бы могла сказать, что ты такой муток. Прикольно. А потом меня и вовсе с этих танцев футбол потянуло. Ты посмотри, сколько народу! Мы куда? Мы как туда залезем? Успели. Я бы хотела спросить. А, ты сказала, что ты обещаешь учебу и спорт. На кого ты учишься? Тренера. Я догонувала. Расскажи, как проходит твой день, когда ты просыпаешься, что ты делаешь вообще? Просыпаюсь, выпиваю коллагенчик, иду умываться в душ, иду готовить себе завтрак. Вот завтрак – мой любимый прием пищи. Я могу три раза в сутки есть только завтрак. Все. Что нужно есть на завтрак, чтобы чувствовать себя прекрасно в течение дня? Мне нужно есть все, что мне захочется. Я могу себе взять омлет, подушечки с волоком. Я обожаю сырники. Любите их все, они вкусные, реально. А, ну потом собираюсь, включаю музыку. Как тебе больше нравится слушать музыку? На колонке или в наушниках? На колонке, конечно. В наушниках вообще не то. Согласна. Мне кажется, я бы даже в метро, такая, с колонкой бы шла и слушала эту музыку. Потопала на тренировку. Потренировалась, ходила на обед или ужин, в зависимости от времени тренировок. Еще, кстати, иногда я живу на какие-нибудь околофутбольные мероприятия. Вот, например, как сегодня. Это тоже, кстати, так, знаешь, описывает мой двенечек. Ну что, совсем скоро мы увидим игру. А сейчас предлагаю посмотреть, как девчонки готовятся к матчу. Что, ты похудела, что ли, сегодня? Чуть-чуть у тебя уже. Мне кажется, часто вижу тебя. Надо расстаться на время. А можешь рассказать про свою татуировку? Какую? Вот эту? Да. Что надо знать? Там две буквы G, J, точечка, И, А, соединенные. Два слова на английском. По-русски считается, что Бог с нами. Или Бог свыше. А когда ты ее сделал? В 16-м году. Это по какому-то поводу? Мне так захотелось. Мне же персона такая. Миссис Тупли. Всем прием. Собака сутула. Ну ты и киш-миш, конечно. А че я-то? А че я? Молодец. Здорово, Бизя обманула. Дашка. Расхитительница, ограбница. Давай покомбинируем. Давай, Даян, будь порешительней. Брат, подпевай. Подпевай. Давай пошире. Так, у бутика громко. Есть, есть. С тобой, с тобой, с тобой. Я че, но я не ожидала, что через Новый пройдет. Ты че, Бизмалькова? Ты охренела? Я только вышла, бляд. Дев, идемте в квадрат. До десяти тысяч рублей. Понятно. Люблю с вами общаться. Мяч держать не умеешь, будешь в центре. Ах ты, мышь! Мы тут вообще шизим просто. Возьм всех. Произошло ЧП. Потратим. Пошли, Анань. До трех часов. Раз. Раз. Два. Три, пошли! Это Спарта. Катись! Катись! Ну так катись! Катись! Хороший. Первый. Канадский. Мальчик. 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 Катись! Повтори,ądaсь там. Катись. Катись! Катись! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да что, выигрывать должны были, если бы не это... Дурацкий гол. Выиграли. Настроение победное. Кажется, мог был такой прям островатый ранимый гол. Ну, как будто она прям вот в карман попала, не на ты, не на рукой. Ну, эмоции, как сказать, плохие. Ну, с одной стороны, хорош, конечно, забила такой хороший гол. Могла забить еще один в концовке матча и увезти команду с победой. Не повезло. Жалко. Ну, жизнь такая. Хочу сказать спасибо большое болельщикам, которые пришли сегодня на стадион. У нас, помимо, что на нашей секторе было, много пришло и знакомых, и родственников на сектор локомотива. Ну, в принципе, центр. Так что спасибо большое, что приходите за нас болеть. И, пожалуйста, приходите на все матчи. Мы вас очень ждем. И с вами игра только лучше. СССР! 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 СССР!